Потому что я крокодил. У нас сейчас будет ток-шоу или серьезный разговор. Задача сделать, по большому счету, две вещи. Первое, чтобы агент осознавал, что и почему с ним происходит. Второе, что с этим делать. Человек, придавленный системой, никогда эффективной не будет. Любой процесс нужно улучшать. Расхерачивать его не надо. Разговаривать нас всех научили. А вот договариваться и вести переговоры. Что такое персональный ад? Сейчас буду расстраивать. Друзья, это важно. Оставьте, пожалуйста, лайки, если вам нравится видео. Это большая поддержка для нас. Комментируйте, ваши мысли и идеи очень нужны. И подписывайтесь, чтобы быть в курсе новинок. Любые ваши реакции нравятся алгоритмам Ютуба. Спасибо за поддержку. Юля, добрый день. Мы с тобой знакомы давно, но в новом статусе, что называется, встречаемся первый раз, тем более под камерой. Естественно, мне интересно все, что у вас происходит, но я предлагаю вот с чего начать. Поскольку я тебя знаю как руководителя, который, что называется, нестандартный и на рынок, в том числе, периодически вбрасывал какие-то инновационные идеи, достаточно спорные. Вот на твой взгляд, скажем, за последние 3-4-5 лет взаимоотношения агента и агентства, как структуры, которые, ну, фактически друг с другом взаимодействуют, в том числе и по разделению комиссии, по комиссии как-то изменилось? Или это все та же история? Ты ведешь клиента, мы тебе обеспечиваем бэк-офис и, собственно говоря, делим комиссию в зависимости от договоренности? Борис, здравствуй. Думаю, как ответить, потому что на самом деле очень многое, что поменялось за последнее время вообще глобально в мире, в риелторском сообществе, в подходах к ведению бизнеса. Но конкретно в моем мире, в том, в котором я живу, в той парадигме, в которой я выстраиваю, мы выстраиваем бизнес, на самом деле мало что глобально поменялось. Был очень серьезный переходный такой переломный момент – это ковид. Я помню, была какая-то конференция, которую ты организовывала, и я тогда сказала, что в очередной раз определенная часть сообщества риелторского бизнеса уйдет из бизнеса, на те, кто выйдут на новый уровень развития, на новый уровень взаимодействия с миром, с клиентами, друг с другом, они будут жизнеспособны, будут успешны, то есть опять будет перетряска. И если прям глобально посмотреть на то, что произошло в нашей команде, это выход на более высокие стандарты. Сейчас, если раньше компании очень часто декларировали, что клиент важен, ну, не следовали этим принципам, то сейчас, правда, каждый клиент важен. Наконец-то можно говорить о клиентоориентированности, и, наконец-то, можно говорить о каждом сотруднике, который важен, ценен, нужен. И это не пустые декларации, это способ взаимодействия с людьми, которые приходят в компанию, как сотрудники, так и клиенты. Это, правда, сейчас основная ценность про людей, P2P, person-to-person. Ну, это, как бы, такие относительно неконкретные вещи, а вот если брать, действительно, с точки зрения, как там, найма, привлечения агентов, руководителей, вот. Я недавно общался с одним агентством, где 40 HR-ов, и на мой вопрос, а зачем так много, мне сказали, потому что сейчас HR- это продажник, потому что, когда ты хочешь много людей, или, там, какое-то достаточное количество для твоего потока людей нанимать с рынка, а сейчас большой дефицит, не знаю, правда это или нет, то нужно, конечно же, больше усилий и инвестиций прилагать именно в этот механизм. Вот, все-таки, что сейчас важнее? Хантинг, набор, удержание, или, может быть, не знаю, повышение эффективности, чтобы на одного агента было, там, не 0,8 сделок, как говорят в среднем по Москве, а, не знаю, полторы-две. Я бы сейчас, знаешь, как Путин спросил у Такер, у нас сейчас будет ток-шоу или серьезный разговор? Серьезный разговор, я тебе отвечу. Если серьезный разговор, то это надолго. Во-первых, есть разные модели бизнеса, в том же риелторском бизнесе, поэтому, когда ты говоришь или, 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 я скажу, что сейчас важно все, да? Во-вторых, то, что там, где ты был, где 40 HR-ов, я, кажется, знаю, какое это агентство, я про то, что HR-это продажники, говорю лет 10-12, потому что HR-психолог давно уже не, ну, как бы, неэффективен, не результативен, потому что задача HR-это борьба за качественный ресурс. Да, произошла смена поколения, произошла смена парадигмы вообще. Сейчас дефицит качественного, трудового ресурса, качественных людей, не только же в риелторском бизнесе. Сейчас межотраслевая кросс-конкуренция, поэтому HR-это почему продает? Потому что их задача не просто продать бизнес, но и продать компанию, продать путь человека, который будет проходить вот этот путь в компании. Поэтому важно качество HR-это. Причем задача более сложная, нежели раньше. Ты должен подбирать как будто бы массово, но это не массовый подбор, это точечный подбор. Потому что если говорить о совсем массовом подборе, что в компанию заливают много-много людей, их же на что-то нужно присаживать. Должна быть выстроена качественная система адаптации. Люди должны закрепляться на рабочих местах. Если они не закрепляются, то возникает следующая проблема. РОПы, руководители начинают выгорать. Ну ты представь, ты РОП, и тебе, я не знаю, 40 HR-ов, ну я утрирую, конечно, у тебя поток людей раз в две недели, я не знаю, 14 человек. У тебя неизбежно будет теряться ценность каждого человека. Поэтому помимо массового набора, псевдо-массового, должны быть выстроены, очень хорошо выстроены алгоритмы взаимодействия компании через службы, через, там, не знаю, коучи, РОПов, кураторов, как у нас наставников, с агентом. Поэтому все более сложно стало. Раньше достаточно было залить, выплывет, выплывет. Адаптация 10% прекрасна. Но за последние три года Headhunter, Superjob, работа.ru в разы, как и другие классифайды, в недвижимости подняли стоимость размещения на площадках. Отсюда стоимость одного сотрудника иногда, иногда до 40-50 тысяч вырастает. Поэтому заливать массово можно, но это такая мясорубка, которая достаточно, ну, финансово емкая. Я не знаю, много компаний, которые себе могут такое позволить. На точке входа, пожалуйста. Ну тогда какая у тебя бизнес-модель? Вот ты их заливаешь, они заходят, выходят, заходят, выходят. Спасибо, классно. Компании, которые дальше стоят в пищевой цепи, либо имеют другой способ взаимодействия с людьми, они будут забирать этих людей, потому что кому-то уже точно бизнес продан. Идея развития в риелторском бизнесе уже продана. Поэтому современные компании должны, знаешь-таки, прям решать на всех уровнях задачи топ для того, чтобы быть эффективными, быть результативными и оставаться на этом рынке. Я правильно услышал, что если условно недавно, ну, мало кто, может быть и вы, значительного внимания удержанию не уделяли, а больше все-таки внимания было на фронте. То есть на наборе ты сказала про 10% это норма. Сейчас уделяется внимание именно удержанию. Да, для того, чтобы на сегодняшний день риелторская компания была успешна, она должна обеспечивать качественный найм, качественного персонала, схожего по ценностям к той компании, в которой будет работать будущий сотрудник. И вторая такая прям мега задача – это качественно выстроенная система адаптации. Первичной и вторичной адаптации, потому что ровно как в нашем бизнесе, так и в других бизнесах очень часто приходят люди, достигают первых результатов, а на вторичной адаптации они выходят из компании, выходят из системы, это тоже отдельная боль. Но как-то так, Борь, нету сейчас чего-то одного. Сейчас ты должен иметь это, это, вот это и вот это. Нет других вариантов. А есть сейчас какая-то норма или какую норму сейчас вы ставите? Вот 10% было, сейчас сколько? Смотри, 10% мы никогда себе, вот конкретно наша команда не ставила как норма. Это средняя температура долгие годы была в риелторском бизнесе, по крайней мере в московском регионе. То есть просеиваешь, если из 110 человек осталось, то окей. Теперь давайте элементарную арифметику. Когда говорят, сколько возможно, есть разные истории. Я могу говорить только о себе, говорить о каких-то смежных бизнесах. Например, продажники в Сбербанке, у них хорошая адаптация, это 25-30%. Потому что вообще профессия продаж, она не для всех. А продажник, продаван, человек, который умеет качественно продавать, это профессия. Долгое время вообще к людям, которые работают в продажах, на такое наследие СНГ, барыги и так далее. Сейчас невозможно просто переоценить навыки продаж. Поэтому на текущий момент мы для себя ставим целевой показатель 37-40, и это топ 40% адаптации. Это позволяет масштабироваться бизнесу, потому что все, что меньше, оно будет, ну ты залил, вылил, залил, вылил. Естественный убыль персонала в год по независимым от нас причинам. Раньше было 25%, сейчас она до 15% снизилась по нашей компании, но все равно люди урожают, что-то еще случается, что-то еще. Поэтому для того, чтобы бизнес масштабировался, нужно все просчитывать, все оцифровывать, ну плюс помнить, сколько стоит один сотрудник. Так, окей, тут я понял. Но есть какие-то еще этапы, вот кроме найма и какой-то предварительной, ну скажем так, начальной адаптации, которые существенно влияют на бизнес? Начать рассказывать и не кончить. На самом деле есть такое понятие, как прогрев. Да, и сейчас после того, ну во-первых, есть работа с холодной аудиторией, да, целевая аудитория, которую мы находим на площадках. Да, Headhunter, Superjob и так далее. Есть вторичная обработка, когда даже если тебе сегодня сказали нет, ты не упускаешь этого кандидата, ты продолжаешь его прогревать, утеплять. Потому что если тебе сегодня сказали, я не хочу быть риэлтором, это не значит, что человек не захочет через три года, да, не захочет через два месяца. То есть нет же такого, прям вот нет на всю жизнь. Поэтому это работа постоянная с этой аудиторией, выстроенные инструменты, которые постоянно напоминаешь о себе, да, что есть такая возможность прийти в компанию и развиваться еще в этом направлении. Дальше. Если ты уже взял человека, да, привлек в компанию, условно, выслал джоп-офер, дальше ты тоже прогреваешь. Потому что в нашей компании сейчас мы поменяли немножко систему обучения, но все равно есть срок между тем, как ты выслал джоп-офер, и человек вышел, да, в его жизни тоже может что-то поменяться. У тебя должна быть выстроена система, именно система неразовой акции, прогрева и удержания клиента, хочется сказать, сотрудника, после того, как выслал джоп-офер и еще до того, как вышел человек. После того, как человек вышел на работу, да, у него же есть обучение, сейчас мы тоже со сроками обучения экспериментируем, но и тут постоянная допродажа профессии, допродажа компании. Для того, чтобы, ну мы же не только в профессии конкурируем, да, мы же еще и с другими компаниями конкурируем. Очень часто человек приходит и говорит, я вот еще 3-5 посетил, да, и, например, очень часто на рынке недвижимости, как ни странно, почему-то сейчас долгое время вообще этого не было. Говорят, вот ты туда не ходи, ты туда ходи, вот здесь такая компания, вот здесь такая компания. Мы категорически против такого, да, мы никогда не говорим плохо о конкурентах, вообще стараемся менять слово конкуренты на партнеры, потому что мир изменился, вот эта вот конкуренция, ну, условно, красном уровне спиральной динамики, такая вот агрессивная конкуренция, она сейчас не актуальна, то есть, и мы здесь продолжаем удерживать, удерживать, да, продавая ценности, ценности компании, продавая ценности профессии. То есть вот еще человек даже к работе не приступил, но куча, куча просто огромная система выстроенная, привлечение, удержание и до продажи профессии, до продажи компании. Если вам нравится этот контент и наш канал, то узнавать о будущих эфирах и мастер-классах проще всего на сайте m2tv.pro. А получать дополнительную информацию с анонсами о рынке и бизнесе проще всего в телеграм-канале. Сканируй код или переходи по ссылкам здесь и в описании. Вот ты сказала, что вы экспериментируете по продолжительности. Да. Сейчас, для того, чтобы подготовить, условно говоря, риэлтора, ну не знаю, к какому-то минимальному объему знаний, чтобы он мог выйти на сделку в какие-то понятные сроки плановые, сколько нужно времени, сколько вы делаете? Какие у вас сейчас есть диапазоны? Сейчас буду расстраивать. Я абсолютно считаю, что риэлторская профессия – это очень сложная профессия. И тот негативный флёр, который есть у непосвященной аудитории, у аудитории, которая имеет негативный опыт взаимодействия с риэлторами, он в том числе сложился, потому что очень много непрофессионалов. Если говорить о профессии риэлтора, мы сейчас полностью оперируем понятием «профессиональная переподготовка». Для того, чтобы прийти в недвижимость и стать успешным, ты должен пройти профессиональную переподготовку, которая разбита на этапы. Как думаешь, вообще, если взять рынок образования дополнительного, мы не занимаемся дополнительным образованием, сколько в среднем, давай по Москве, длится профессиональная переподготовка? Понятия нет, даже близко не изучал этого. 6-8 месяцев, легко. То есть это официально, если я хочу какую-то профессию поменять, есть какие-то условные курсы, куда я прихожу, хочу бухгалтером. Да, профессиональная переподготовка в смежной для тебя отрасли. И я считаю, это подтверждается на многолетнем опыте, я в недвижимости то ли с 5-го, то ли с 6-го года. Не 95-го, а 2005-го, 2006-го года. Во-первых, меняется поколение, меняется система ценностей, меняются способы и сроки усвоения информации. Но профессионалом ты можешь стать, когда тебе не стыдно говорить, что ты профессионал, не менее чем через 3 года работы в профессии. А вот для всего остального нужна компания. Компания с сервисами сопутствующими, компания, которая тебе оказывает саппорт, компания, которая никогда не позволит тебе провести сделку по низким стандартам и, не дай бог, с ущербом для клиента. Я тебе более того скажу, чтобы стать управленцем в любой сфере требуется 7 лет. 7 лет. Это не значит, что до этого ты, не знаю, под стол пешком ходишь и слюнки пускаешь. Именно для того, чтобы ты 3-7 лет мог успешно зарабатывать и есть компания сильная, с сервисами, с профессиональным бэкграундом. Есть, конечно, этапы освоения профессии. И на сделку важно выйти в первый месяц. Вот эта вот история, 3 месяца до первой сделки. Во-первых, сейчас ни у кого нет, ну нет ни у кого, у многих нет такого денежного запаса. Во-вторых, в этом нет никакого смысла. Все технологические этапы по сделке сократились. Цифровизация дала классный результат. Не требуется такой отсрочки по очень многим этапам сделки. Но вот до первой сделки первый месяц. Это считается эталонный показатель. Дальше задача вывести сотрудника на полторы сделки в месяц. То есть две сделки в три месяца. Дальше агент для того, чтобы хотел оставаться в очень сложной, в очень ресурсно затратной профессии, такой как риелтор, ты должен выводить его минимум на две сделки в месяц. И это средний показатель. Тогда те ресурсы, которые тратишь, а риелтор тратит колоссальные эмоциональные ресурсы. Это очень сложная профессия, потому что ты работаешь с людьми везде, где есть люди, везде, где ты сталкиваешься с их персональным адом, погружаешься в этот персональный ад, взваливаешься на плечи и вывозишь. Везде требуются серьезные эмоциональные, психоэмоциональные ресурсы. Вот такие целевые задачи. Давай попробуем немножко примерчики, учитывая, что нас могут смотреть люди, которые далеки от профессии. Вот ты сказала, что это тяжелая профессия. И правильно сказала, я с тобой абсолютно согласен, но мы с тобой, что называется, в другой аудитории. Большинство людей думают, что это там, ну вообще там посредники какие-то пришли, ни за что срубили денег. Барыги. Барыги-спекулянты, да. Во-первых, мы подчеркнем, что мы сейчас говорим о агентах по недвижимости, которые работают в купле-продаже. Это вот не какие-то там информационные услуги, аренда и прочее, прочее. Это очень важный вопрос. Вот. Что на твой взгляд, потому что страна тоже может сказать, ну что ты пришел, вот здесь сидит какая-то семья, здесь сидит какая-то семья. Покупатель и продавцы как бы взял и сделку сделал, еще и комиссию получил. Вроде бы как замечательно. Что такое персональный ад, как ты сказал? Ну персональный ад, у тебя, у меня, у каждого из нас есть свой личный персональный ад, который мы старательно прячем. И когда мы вываливаемся, да, когда мы откатываем в стрессовое состояние, да, когда мы попадаем в незнакомую ситуацию, какой-то сложный кейс, наш персональный ад начинает бурлить. Да, с точки зрения психологии, как только ты вышел в стресс, ты откатываешься к базовым своим настройкам психики, с какими пришел в этот мир, к тем паттернам поведения, которые у тебя заложены. У кого-то заложены интеллигентные паттерны поведения семьи, у кого-то заложены абсолютно другие паттерны поведения, да, пришел, увидел, победил, обесценил всех, унизил всех. Есть же разные истории. Именно поэтому риэлторы очень часто перегорают. Они же что? Они же заходят в квартиру, они почти все сталкиваются с агрессией. С двумя причем типами агрессии. Первый тип агрессии относительно агента, а второй тип агрессии тот, который есть у клиента вследствие того, что он находится в дискомфорте. Любая квартира клиента – это продолжение его эго. И вот те кто-то начинает массово в твое эго захаживать, еще цыкать и говорить «это не так, это не так», да, толпы риэлторов, которые говорят «пошли, подпишем договор, мы будем делать тебе сделку». Представляешь, стресс вообще клиента. Если клиент в стрессе, базовые реакции «бей, замри, беги». На квартиру тем, кому нужно продать, очень часто реакция «бей». Вот два вида стресса – риэлтор и, соответственно, стресс клиента. Поэтому отсюда берется персональный ад, отсюда берется выплеск агрессии, обесценивание риэлторов. Это же на самом деле не совсем про нас, это про то состояние дискомфорта, которое испытывает клиент, когда вынужден решать свой жилищный вопрос. Причем, если ты посмотришь на разные типы клиентов, в зависимости от сегментации жилья, более дешевое жилье, более дорогое жилье, там требуются разные уровни, даже не уровни, разные грейды риэлтора. Все-таки элитка от эконом-сегмента отличается. Поведение риэлтора и поведение клиента в элитке, в экономе, в бизнесе, в среднем сегменте они будут отличаться. И чем выше и чем дороже квартира, если риэлтор соответствует уровню заявленных требований со стороны клиента по квалификации, по клиентоориентированности сервису, тем легче строится взаимодействие. Чем дешевле жилье, тем тяжелее строится взаимодействие. Ну, то есть, условно, если твоя единственная квартира, а ты на нее, не знаю, копил всю свою жизнь, ты представляешь, какой стресс у тебя? Ну, а если ты бизнесмен, ты привык продавать, покупать, у тебя бизнес-мышление сформировано, ты понимаешь, что, в принципе, квартира – это не синоним жизни, это товар, ты понимаешь, как безопасить себя, ты понимаешь, как выстроить взаимодействие с внешним миром, риэлторы, покупатели, у тебя нет такого стресса, ты делаешь это как вот решаешь на деловом уровне, тебе не нужно защищаться. Это не проблема, это задача. Все, что можно решить за деньги, это вообще не проблема, это задача. Вообще любая проблема – это задача. Пока у тебя две руки, две ноги, все остальное – это причудо нашей психики. Опять же, ты несколько раз использовала слово «психика». Но за пять минут до этого ты сказала, что, по крайней мере, в процессе хантинга психологи не нужны. Но нужны ли они, что называется, психологи я беру в кавычки, нужна ли такая работа с агентами, которая позволяет им что-то восстановиться? Я приведу пример. Помнишь фильм «Миллиарды»? Там был вообще у брокеров, которые сидят на бирже, торгуют акциями и ценными бумагами, есть профессиональный психолог, причем очень высокого класса, потому что у него есть какие-то задачи. Я позавчера был в одном агентстве в городе Челябинск и задавал свой классический вопрос, а что вы хотели бы в качестве контента на мероприятии, которые мы будем у вас проводить вот тут скоро? И именно агентство, ну что называется такое, классическое, небольшое, сказало, что вот не продажи, потому что у них внутри есть такие тренинги, не юридические вопросы, потому что это тоже сервис от агентств, а именно психологическая история, потому что, говорит, вот сейчас очень много срывается сделок, и даже более-менее опытные агенты уже начинают депрессовать, типа, блин, нафиг уйду из профессии. Вот как вы эту задачу решаете или решаете вообще? Борь, комплексно решаем задачу. Во-первых, чистая психологизация не нужна. Организовать кабинеты наемных плакальщик задачи нет. Задача сделать по большому счету две вещи. Первое, чтобы агент осознавал, что и почему с ним происходит, почему он испытывает те или иные эмоции от тех или иных клиентов. Это я очень кратко пытаюсь сжать. Второе, что с этим делать, какие ресурсы есть. Отсюда, немножко на шаг назад, изменился портрет руководителя, изменился подход руководителя от Генри Фордовского менеджмента на конвейере к менеджменту с большими элементами, с большими пластами лидерства, где руководитель должен быть ресурсный. Опять упрощу, я всегда руководителям объясняю. Смотрите, наши агенты, не так или иначе, вообще все продажи, это сейчас активные продажи, мы очень давно в активных продажах, в активном поиске, потому что цена одного льда, она достаточно дорогая. Так вот история такая. Сейчас прямо упрощу на простом языке, чтобы было понятно. Идет наш агент, сперва он звонит по телефону, делает много звонков, организует себе встречи на вечер. Ну, если он занимается активным поиском и ждет, когда инопланетяне прилетят и облагодетельствуют его клиентами. Он так или иначе с каждым звонком наедается эмоциональных какашек, какашуленьки, да, потому что что только он не услышит. Невозможно, у тебя в психике начинает оседать, да, уровень внутреннего стресса нарастает, нарастает, нарастает. Особенно, когда агент новичок, он не знает, что с этим делать. Кто ресурсирует агента в моменте? Руководитель. Кто подходит, условно похлопал по плечу, сказал, дружок, это не про тебя, это про человека, ничего личного, я упрощаю. Но уже здесь руководитель выступает в некой коучинговой функции, да, когда он человеку помогает пережить те или иные негативные эмоции. Дальше наш агент идет, куда? Он идет по квартирам. Там он что получает? Те же самые эмоциональные какашки, только глаза в глаза, да, и с большим количеством эпитетов. Куда он обратно это принесет? Он принесет обратно это руководителю, и руководителю опять нужно это отработать, потому что агент, если остается в этом состоянии и залипает, он выгорает буквально за 2-3 недели, и мы слышим историю, ой, ну это не моя профессия. А когда начинаешь разговаривать, а какая твоя профессия? Выясняется, да, что там много уже было не твоих профессий, просто ты не научился справляться со своей психикой. Ты не научился отделить себя от других людей, ты не научился не навешивать на себя все, что о тебе сказали. Я всегда говорю, все, что этот мир говорит о тебе, это не есть ты. Прекратите, да, заниматься какой-то эмоциональной проституцией. Зачем тебе вот это на себя намешать? Поэтому психологизации в чистом виде нет. Наличие саппорта в компании в виде кураторов, коучей, да, HR-служб, которые помогают адаптироваться в профессии, да, в том числе через какие-то психологические инструменты. Наличие высокой квалификации РОП, навыков коучинга и базовых элементов работы психолога, да, но это про управление и про лидерство. Если ты человека начнешь психологизировать, у тебя не будет результата в бизнесе. Истина всегда посередине. Да, любая компания, которая хочет эффективности, она должна быть и про людей, и про бизнес. Если ты уходишь сильно в про людей, да, и начинаешь психологизировать бизнес и взаимоотношения с агентами, у тебя падает эффективность и результативность. Если ты уходишь в бизнес, у тебя тоже падает эффективность и результативность. Еще и агенты бегут с криками, помогите, караул, что происходит. Поэтому это про другой уровень управления людьми, про другой уровень лидерства. Ну и про те элементы, которые есть в компании. Ты сейчас перечислила столько качеств человека, что у меня сразу вопрос. Кто эти суперлюди? Да, сколько он должен зарабатывать? Я как-то вот с этого начну. Он РОП или агент? Нет, давай с РОПа начнем, потому что ты про РОПа рассказал. Он и швец, и жнец, и психолог, и там еще что-то. И короче, еще и своим ресурсом делится с агентами. Ну прям реально какой-то монстр управленец. Хороший РОП, он создает добавочную стоимость. Это неизбежно. Условно, я как агент сама по себе... Давай по-русски говори. Он генерирует прибыль агентству. Он генерирует прибыль агентству и агенту. РОП, который тебя пинает, тыкает и обесценивает, он ничего не генерирует, кроме проблем. Он такой генератор проблем. Поэтому хороший РОП, он хорошо зарабатывает. Но никогда не стоит забывать, что полевой сотрудник – это агент. Полевые сотрудники во всех сегментах бизнеса зарабатывают больше, чем топовые РОПы. РОП – это про желание в том числе служить людям. Не услуживать, а служить людям. Вообще, это какая-то новая парадигма бизнеса, новая парадигма способов взаимодействия с миром. У людей же сейчас кризис смыслов. Вот куда не посмотри, у людей кризис смыслов. В мире кризис смыслов. И если ты в своей работе не имеешь смысла служения, заметь, не бесплатно. Риелторский бизнес, он очень сильно не бесплатный. У нас хорошие чеки, у нас хорошие доходы. Но у нас на самом деле, несмотря на то, что сложно, очень интересная работа, в которую, если ты погружаешься, она тебя просто расширяет. Тебе интересно, тебе драйвово, тебе кайфово. Это все, конечно, стоит хороших денег. Робство, управление – это вообще бурь не для всех. Мне когда говорят, я вот был агентом, я всего достиг, все грейды, все деньги, я выгорела. Я говорю, послушай, от того, что ты выгорел в одной профессии, это абсолютно не значит, что тебе нужно идти в профессию руководителя. А что это значит? Ну, что значит? Ну, прикинь, вот ты завтра не захочешь больше быть интервьюером, не захочешь быть журналистом, недвижимость. Да не хочу я им быть. Все, но ты же не знаешь, что ты должен идти руководителем в агентство недвижимости. Очень часто для людей это синоним. Все, я агентской работой накушался, я пойду управлять. Нет. Руководить – это призвание. Более того, вот я до этого сказала 7 лет для того, чтобы стать руководителем. Есть такой Алексей Ситников, да, со Сбером работает, вообще очень талантливый и психолог, и коуч, и автор книг, и соавтор книг. Недавно я практически прослезилась, когда слушала его подкаст про то, что современные исследования, очень именитые исследования бизнеса говорят о том, что, блин, руководителем стать невозможно. Как зайца не учи курить? То есть им можно родиться? Все современные исследования говорят, что если изначально у тебя нету софтов, софт-скиллс, подходящих для того, чтобы быть руководителем, учись, не учись, Германом Грефом вторым ты не станешь. Ты можешь быть очень средним, посредственным руководителем, посредственный руководитель, он генерирует посредственные результаты, но топом ты не станешь. Я слушала, Боря, я это слушала, я прям боль испытывала, это убивает на корню идею, ну прям, ну ладно, не на корню, но очень ставит под сомнение идею растить кадровый резерв в компании, да, идею того, что ты сейчас довоспитаешь, дорастишь, доучишь. Вот все к Алексею Ситникову, это он так сказал. Но я с ним, имея очень разноплановый опыт, да, взращивание людей, отслеживая их карьерные, жизненные трекеры, процентов на 70 вынуждена согласиться. Я попрошу редакцию, чтобы они у тебя ссылочку на это выступление, на его подкаст дали, мы небольшой кусочек, может быть, вставили. Но в любом случае, как бы, можете поискать в гугле. Тогда у меня вот такой вопрос. Правильно ли я понимаю, что здесь вопрос руководителя, появление руководителя, это его рождение, там, не знаю, воспитание в семье, тогда, что самое главное в руководителе, лидерство, то есть он должен, условно говоря, там, не знаю, к окончанию школы, или, может быть, к середине школы, а, может быть, еще и раньше, уже проявлять вот эти лидерские качества. И этого достаточно, потому что это именно та самая штука, про которую ты говоришь, это вот желание делиться, желание достигать, желание развиваться, еще что-то. А все остальное он благодаря вот этой вот внутренней своей истории, которая у него заложена, да, там, как это, это не шило в жопе, это внутренний стержень. Так вот, вот это внутреннее стержень тебе позволяет все остальное на себя набирать, ну, если, конечно, нет каких-то там критических других недостатков, и тогда ты, в принципе, научишься, и все остальные навыки получишь. Или что-то еще должно быть? Вот что является необходимым и достаточным качеством руководителя? Давай уйдем только от понятия лидерства и немножко на другой уровень переместимся. Руководитель – это человек с очень сильно развитыми, мягкими компетенциями, soft skills, потому что харды… Переводи, переводи. У нас soft skills, hard skills… Коммуникабельность, стрессоустойчивость. Слушай, ну ты же сама знаешь, ты же читала много-много резюме, да у каждого первого написано «я коммуникабельный». Что это такое коммуникабельность? Ну, я всегда делю. Разговаривать нас всех научили, а вот договариваться и вести переговоры умеют единицы людей. Вот к очень сильным софтам руководителя, например, относятся умение объяснять. Это очень сильный навык для того, чтобы, например… Это софты. Для того, чтобы пробиться в сознание человека, пройти все его защиты, сопротивления, ты должен уметь объяснять. Причем объяснять не с позиции сверху, не с позиции снизу, а именно на понятном уровне для конкретной персоны, для конкретного человека. Вот это, например, очень сильный скилл, который недоступен большинству людей, потому что что-то сказал, про что это было что-то. Даже если это очень умно сказал, а это про что было. Оно попало в сознание человека. Вот хардам можно научить. Исхак Адизис написал в своей книге очень сильную фразу, я ее всегда цитирую. На работу нужно брать не профессионала, а личность, потому что научиться быть профессионалом можно, а личностью практически невозможно. Личность – это про софты, про личностные компетенции, про компетенции человека, про его душу, если хочешь, про его ценности. Ну, на самом деле, убедительно. То есть мы вот эту общую фразу, которая называется «лидерство», мы ее просто препарировали на конкретные кусочки. Ее можно декомпозировать очень-очень сильно. И давайте еще раз, я себе зафиксировал. Умение объяснять. У меня сразу в голове возникло… Для РОПа вообще это одна из базовых. У меня возникло сразу образ из моей жизни, очень острый на первом курсе университета, когда, понятное дело, что это МГУ плюс, это математика, высшая математика, достаточно сложные предметы. И у меня было два соседа в комнате. Ну, вообще всего было три, но к третьему я вообще не обращался за такими вопросами. Когда болел, они ходили на лекции. Я просил, слушай, объясни, что там было. Человек открывал конспект, начинал мне что-то объяснять. Я смотрел и просто офигевал, потому что я ничего не понимал. Твоя моя не понимать. Вот, да, я вижу, вроде бы он переписывает учебник. Но, во-первых, учебник я и сам могу почитать, там практически копия. Но когда он рассказывал… И второй человек, Юрий Бекузин, который создатель базы Виннер, у него, во-первых, было в четырех цветах конспект. Там зелененькая ручка, синенькая, там красненькая еще какая-то. Все очень красиво. Как он успевал писать конспекты, я не знаю. И когда он объяснял, я как будто бы на лекции побывал. Причем, возможно, на лекции лучше, чем наш собственный ректор, который там математик, что-то пишет на доске, и хрен успеешь за ним вообще. И там еще бормочет плохо. То есть вот эта вот, не знаю, преподавательская компетенция, она выходит на первый план. Правильно я услышал? Это умение информацию переводить в знания. Потом знания переводить в навыки. Этому научиться нельзя? Мне кажется, практически нет. Хорошо, первое зафиксировали. Есть еще что-то, что прям вот… Ну, без этого никак. Желание служить людям. Если ты не готов отдавать, если ты не нацелен растить вокруг себя живое, растить вокруг себя людей, а у тебя есть первичная базовая потребность отжимать, получать, чтобы они тебе приносили комиссию, неважно какой ценой, ты никогда не станешь руководителем. Давай перейдем на русский язык, тоже попробуем себе поковыряюсь, да. Что такое давать? Вот конкретный случай, не знаю, конкретная история. Вот, не знаю, пять человек у меня подчиненных. Что им отдавать, если они ничего не просят, например? Как им отдавать? Это очень плохо, если они у тебя ничего не просят, но хороший руководитель знает, что дожидаться, когда попросят, не надо, это будет уже поздно. Ты отдаешь свое настроение, зашел, улыбнулся, и свет стал гореть ярче. Ты отдаешь свои знания, ты отдаешь свои знания. Это очень-очень сильно, когда у меня есть какое-то знание, и я могу его в тебя заложить, и оно в тебе прорастет. Я найду те слова, те смыслы, те ценности, после которых ты загоришься моим знанием. Хороший руководитель, он зажигает сердца. Риелторская профессия, есть такое понятие, как витальный коэффициент, коэффициент жизненной энергии. Вот ропы и агенты, они должны быть очень витальные, они должны генерить жизненную энергию вокруг себя. Очень просто. Мне когда говорят, что это, что это такое, что за модный термин, ну ты представь тебе, на квартиру пришел агент с кислым лицом, что-то там бормочет, пусть бормочет правильно, но ты от него не заряжаешься, не запитываешься, у людей дефицит энергии жизненной. Если ты спустишься в метро, пройдешь по улице, то увидишь, что у людей дефицит жизненной энергии. Что это? Да бог его знает, да? Но ты когда видишь витального человека, когда тебе хочется побыть в его поле сознания, когда тебе хочется с ним разговаривать, получать от него смысл, получать от него интерпретации, да просто посидеть рядом, вот он витальный. Вот роб, это высокий коэффициент жизненной энергии, знание, коэффициент жизненной энергии, что ты отдаешь? Ты отдаешь себя. И этому тоже научиться нельзя. Ну если у тебя нечего отдать, откуда ты это возьмешь? Нет, хорошо как бы, ну есть у меня что отдавать, но я могу не уметь отдавать. Ну или может быть ты просто не про управление, может быть ты в другой сфере хорошо отдаешь. Если ты не руководитель, это не значит, что ты не до человека. История про вот эти вертикали, она мне кажется канула в бытие. Сейчас умение развиваться горизонтально вглубь того, что ты делаешь, это более сильная история, более прибыльная история. История про карьеру, она немножечко отживает себя, да, даже если посмотреть эффективные агентства, ну вот на примере агентства, ты увидишь, что вот этой вот иерархии слепого подчинения, да, ты начальник, я дурак, оно отходит тоже на второй план. Уплощается вот эта иерархия, потому что, ну, может быть, я говорю, может быть, я в каком-то своем мире живу, но те люди, с которыми я общаюсь, то, что я не с ума, это отсутствие иерархии, да, это про ты для меня, я для тебя. Если мы с тобой сейчас находимся в рабочей плоскости, это значит, что и тебе должно быть кайфово, и мне должно быть кайфово. И я как хороший руководитель это сделаю для тебя. Ну, я с тебя спрошу за это результат. Да, ты, пожалуйста, деньгами мне занеси, я тебе отдам, ты мне верни деньгами. Хороший такой баланс брать-давать. Два вопроса. Первый, более, мне кажется, простой. когда ты сказала про то, что вот он заходит и делится настроением, вот тут у меня самый большой вопрос. Ну, не может человек физически сто процентов времени быть всегда с улыбкой. Но если он психически больной, у него там какая-то часть мозга, то может. Ну, вот так вот. И как мне каждый день, приходя сюда вот на работу, в этот офис, быть вот в таком, что называется, в позитивном ресурсе. Или что мне делать, когда у меня, ну, не знаю, условно говоря, желание дала, я утрирую, в кавычки это беру, что-то произошло. чтобы дала. попривлекательнее. Или обладать определенными навыками. Нет, ну хорошо, у меня что-то произошло дома, не знаю, я в конце концов заболел физически, не дай бог. Как я могу вот тоже прийти, и там, не знаю, у меня на двери написано, улыбайся, я захожу, здравствуй, ну все же почувствуют, что это не искренне. Будь искренним. Ну, хорошо, вот я тогда зашел искренне, блин, настроение у меня сегодня не очень. если ты день зашел, у тебя нет настроения. ну, ресурсия дзенни невозможна, если ты психически здоровый. Но вообще-то быть в ресурсе, это твоя профессиональная задача. Поэтому ищи способы восстановления ресурса. Есть всего 4 типа ресурса, за которыми нужно следить. И РОП очень сильно должен, любое управление за ними должен следить. Физический ресурс, физический тонус. Когда тело в порядке, у тебя все в порядке. Если у тебя что-то болит, ты не будешь улыбаться, ты правильно отметил. Второе. Психический ресурс. Ищи, где запитаться, ищи, где получить положительные эмоции, ищи, как себя восстановить. Дальше. Интеллектуальный ресурс. На самом деле, качественная информация, она и психический ресурс восстанавливает. Ну и четвертый. Духовный ресурс. Но я туда никогда не лезу, потому что это сугубо индивидуальная история. Поэтому, если кратко отвечать на твой вопрос, первый, должен ли руководитель всегда улыбаться, как дурак? Нет, не должен. Он, человек, имеет право на различные реакции. И та идеализация руководителя, которая существует, где ему отказывают в человечности, это какая-то такая очень книжная история или очень история про тренинги, где людям впихивают определенную реальность, которая ну никак на человеческое естество не ложится. То есть ты человек, ты имеешь право, пожалуйста, но и последствия борь твои. Если ты день имеешь право, два имеешь право, в принципе, ты можешь гадить на коврике, когда заходишь к себе на работу. Имеешь полное право. Но и последствия твои. И тогда у меня был бы вопрос к руководителю, слушай, если тебе день хреново здесь, два хреново здесь, три хреново здесь, ты зачем сюда приходишь? В жизни можно быстро все поменять. Жизнь очень интересная, многогранная. Сейчас мир возможностей. Ты, если хочешь, можешь на Луну полететь, если денег и здоровья хватит. Мы живем в мире открытых границ, открытых возможностей. Поэтому меняй. Не нравится? Меняй. Но если в первом браке бьют по морде, то мужа меняй. Во втором браке бьют по морде, мужа меняй. Если тебя и в третьем браке по морде бьют, значит, с мордой что-то не то. Вот и все, Боря. Ох, сейчас мы тут комментарии подхватим по поводу этой фразы. То есть... Я против абьюза над женщинами. Я вообще... Это переносно в смысле, да. Да, это министично. Это заметно. Смотри, как бы... Ты сказала, что день... Мы не требуем от тебя вот этой идеальной истории. Ты не должен быть человеком-роботом, всегда улыбаться. Ощущение, что должно быть что-то но. А что но? Но, как бы, ты должен... Чего ты должен? Вообще-то ничего мне не должен. Я тебе ничего не должен. 80% времени быть позитивным, не знаю, 70%. Нету никакого баланса. Вот нету никакого баланса. Вообще, если ты работаешь в хорошей компании, ровно как ты привносишь себя своим агентом. У тебя есть руководители, у тебя есть директора, у тебя есть партнеры, да. И если я захожу в офис, во-первых, я когда прихожу в офис, я прохожу все четыре этажа. Мне важно взглянуть в глазки каждому руководителю, каждому агенту. Если я зацепила тоску, либо увидела пониженный тонус, я либо напишу, если это уместно, что с тобой, чем я могу быть для тебя, про тебя, чем я могу помочь. Либо в моменте отловлю человека, скажу, ты как? Иногда, послушай, мы все проживаем свои жизни, у нас у всех свои жизненные истории, родители, дети, мужья, жены и так далее, и так далее, финансовые какие-то нюансы. Но, в принципе, Роб, он такую историю про саморегуляцию очень хорошо освоил. Он умеет управлять своими эмоциями, умеет абстрагироваться от определенных событий, оставлять их в определенном пространстве. Он не таскает свой персональный ад все время с собой. Если ты не управляешь, слушайте, эмоциональная компетентность, ну тут же я вообще никому ничего нового не скажу. Если ты осознаешь свои эмоции, ты умеешь ими управлять. По крайней мере, если ты руководитель, ты не можешь не управлять ими в риэлторском бизнесе. Если ты не управляешь своими эмоциями, ты не управляешь эмоциями людей. Если ты не понимаешь, что с тобой происходит и как из этого выбираться, ты никогда не расскажешь другому человеку. Если ты пустой, отдать тебе нечего. Поэтому одна из важных компетенций, да, софтов, это эмоциональный интеллект. Да, я сейчас прокачался. На самом деле, если хотите попасть на личный коучинг, я думаю, тоже возможно, но это очень дорого. Я сейчас прохожу личный коучинг. Как тебе, кстати, расширяет? Ну да, давай вот какой вопрос. Смотри, есть эта пресловутая пирамида Маслова или Маслова, как угодно, да? И мне кажется, что сейчас в ней, по крайней мере, я это услышал, произошла некая трещина. Объясню, что я услышал. Я услышал, что если у человека есть желание отдавать вокруг себя, создавать некую такую экологичную в хорошем смысле слова атмосферу, окружение. Экологичную не значит неэффективную. вот здесь очень важно. Я просто про то, что, но при этом я могу какие-то вот нижние потребности еще не реализовать. То есть я могу перепрыгнуть. То есть я некий такой вот человек, который, ну вот родился, я таким вырос, меня таким воспитали, я готов дарить, отдавать и прочее, прочее. Но пока мне, что называется, вот еще куча денег не навалилась и есть существенные материальные потребности. И я фактически по твоей схеме уже немножко перескочил эту там с нижней ступеньки на верхнюю. Или что-то я не так? Я бы, знаешь, если была бы задача объяснить очень красненько, я бы зашла в то слово, которое тебя развеселило, спиральная динамика. Я обычно уровни потребностей, уровни сознания, уровень вообще акцентуации жизненных стратегий, ценностей через спиральную динамику объясняю. Во-первых, невозможно перескочить. Кстати, Грейвс, он был современником Маслоу. Кто это такой тогда, раз уж ты упомянула какое-то слово? Грейвс, он автор спиральной динамики. В мир привели уже спиральную динамику его ученики, но именно Грейвс, он кластеризовал ценностные мемы, парадигмы жизненные людей. Сейчас объясню очень кратко, немножечко специально упрощу, чтобы было понятно. Я не буду говорить про компании, потому что компании состоят из людей, когда пытаются, например, про бирюзовые организации, слышал такое? Вот это из спиральной динамики. Бирюзовые организации не могут состоять из красных или синих сотрудников. В общем, если очень кратко. Есть начальный уровень бежевый. Бежевый уровень это базовых потребностей, уровень выживания. Следующий уровень фиолетовый. Уровни перемещаются, перемещаются я, мы, я, мы, наполнение себя, отдавание во внешний мир. Вот первый уровень это базовые потребности, я, мне, когда ты закрываешь вот все, что связано с уровнем выживания. Следующий уровень фиолетовый, когда ты уже про клан, про создание семьи, про взаимодействие с кланом, тогда ты уже во внешний мир выходишь. Это такой уровень мистики, уровень черная кошка. Уровень раньше, например, бизнес был риэлторский, он очень был фиолетово-красный. Нужно, риэлторы шутили, нужно сварить картошку перед сделкой. Уровень примет, какой-то такой мистики очень упрощенный. Что, правда, про картошку первый раз слышу? Прикольно. Ну, я вроде не сильно старше тебя, но байк, видимо, больше знаю. Или в церковь сходить. Раньше была риэлторская церковь в Москве. Туда было принято ходить. Это вот прям фиолетовый уровень мировоззрения. Когда ты мир воспринимаешь через какую-то мистификацию, порча, сглаз. Понятно объясняю? Следующий уровень красный. А таро туда же относится? Тарологи, астрологи частично туда. Но смотри, одно дело, когда вообще все уровни они интегративные. То есть ты проходишь эти уровни по мере того, по мере развития твоего мышления, ты все уровни в себя впитываешь. У тебя есть остатки этих уровней. Но ты не смотришь на мир через тот или иной уровень. Как понять, что таро это хорошо или плохо? Ну что теперь, ни нумерологии, ни чем не интересоваться? Одно дело, ты интересуешься, и как ты берешь эти знания, интегрируешь в свою жизнь, но ты не смотришь на мир через эти знания. Это не твой ценностный мем, это не твоя парадигма. Короче, потом красный уровень, уровень агрессии, уровень страха, уровень войны. И потом уровень синий, уровень правил, уровень закона, уровень догм. В общем, я к чему все это? К тому, что если ты не проходишь уровни, потом, естественно, следующие уровни. Кстати, риелтор... То есть, погоди, каждый человек идет вот так? Интегративно, да. Эмерджентно. Вот впитывая предыдущие уровни в себя. Гусеничку представляешь? Ну, гусеницу с лапками, такую мультяшную, представь. Вот человек это всегда такая гусеничка, растянутая на три уровня. Хоть пирамиду маслоу возьми, хоть спиральную динамику. Верхняя твоя макушечка с лапками всегда подтягивается в тот уровень, в который ты хочешь выйти. Все тело с большим количеством лапок находится в том уровне, который сейчас ты освоил, в котором ты живешь. И всегда есть остатки попка и лапки в предыдущем уровне, который ты уже завершаешь. Это с возрастом происходит? Вообще, есть такая история, что якобы на прохождение от уровня к уровню, пусть то по маслоу, да, или по грейзу, спиральная динамика, требуется семь лет. Семь лет, да, для того, чтобы прожить какой-то уровень. Мне говорят, что значит прожить уровень? Компьютерную игру, представляете? Конечно. Там аватар проходит с уровня на уровень, да, собирает ништяки, получает оплеухи по уровню, становится сильнее, прокачивается игрок. Вот то же самое об маслоу или грейз, неважно. Пока ты не прокачаешься на одном уровне, пока ты не соберешь все плюшки, не победишь всех врагов на этом уровне, не проработаешь все задачи, ты на следующий не шагнешь. Надеюсь, вы тоже поняли, если не поняли, задавайте вопрос. А я же спросила, а у нас ток-шоу или серьезный разговор? Так вот, ответ на твой вопрос. Если ты еще не наполнен ценностями и смыслами того уровня, с которого ты хочешь вещать, ты не можешь оттуда вещать. Если у тебя не удовлетворены базовые потребности, ты голодный, холодный и злой, ты не можешь говорить о ценностях, задачах более высокого уровня, ты не можешь говорить о миссионарности, о служении. Не, погоди, но я мог там быть. Ну, мало ли, где ты был в этом. Ну, я имею в виду, когда-то там, не знаю, у тебя все было реализовано, ты понял сознательно, что, ну, не всегда, что называется, погоня за бабками приводит к хорошему результату, а чаще всего к плохому. И сейчас ты пытаешься как-то балансировать, типа, мне вот все деньги не нужны, потому что... Потому что ты не можешь на самом деле их заработать. Сейчас вот, если будем разговаривать, я тебя расчехлю на раз, два, три. Ну, давай. Поэтому туда мы не пойдем. Ну, а почему ты там был и сейчас скатился, а как так получилось? Что произошло в твоей жизни? Что ты был-был, у тебя все было, а сейчас ты в другой точке? Что ты такого сделал, чтобы вот с той точки пиковой скатиться вот на какую-то другую? Понятно. Действительно, можно куда-то уйти. Я считаю... Почему ты не пошел наверх? Про меня лично, это вот, собственно говоря, наверное, была... Мне какие-то деньги достались... Большие деньги достались раньше, чем я мог их осознать как личность. Ну, получил деньги с красного уровня. Я облажался. У меня был большой личный кризис, в том числе и в личных взаимоотношениях с женщиной, и все, и как бы... И потом... Я это все объяснил потом. Не бывает кризисов взаимоотношений с женщиной. Нет, я имею в виду, что у меня был какой-то внутренний... Это был твой кризис, который экстраполировался вовне. Мы то, и другое, и пятое, и десятое. И в итоге, как бы, ну, вот, собственно говоря, ответ на твой вопрос, что произошло, да, произошла вот эта история, в которой я, ну, немножечко, как это, уперся, точнее не уперся, а разбился обо что-то, к чему я был на тот момент не готов. Вообще не убери вот эти, не знаю, если ты работаешь с коучем, он тебе скажет, убирай, Борь, разбился, меняй рамки, ты получил классный опыт. Классный опыт, хорошо. Ну, по большому счету, по большому счету, произошло ровно одно. Ты получил жизненный аванс в виде чего-то, но твое внутреннее содержание до этого не доросло. Вот и все. Абсолютно верно. И так в жизни бывает. Я почему иногда боюсь этих успешных успешников, которые нахапались, потому что есть колоссальный диссонанс. Внутренний не соответствует внешнему. И когда внутреннее не соответствует внешнему, всегда это заканчивается очень травматично, очень нехорошо для человека. Абсолютно верно, потому что потом мои друзья и приятели, которые уже после того, как я немножко отошел, я с ними начинал разговаривать, они мне прямо говорили, ну и мудаком ты был тогда. А мне-то казалось, что я не был мудаком, мне казалось, что я нормальный. Вау, вау, да. Ну да, как бы. Все проходят этот этап, я тоже себя помню. Ну, даже ты меня помнишь, да, вот мы с тобой встретились, ты говоришь, блин, я тебя помню такой острый, такой яркий, такой задиристый. Вообще это все надо было прожить, да, во все это нужно было наиграться. В жизнь вообще, Борь, нужно играть, в профессию нужно играть, но быть игроком в хорошем смысле этого слова, да. И сейчас я уже понимаю, например, что даже деньги есть разные. Деньги, заработанные по-разному, из разных смыслов, из разного состояния, души, психики, ты их по-разному тратишь. Деньги с красного уровня, с уровня агрессии, с уровня нахапал, с уровня нагнул кого-то, да, отжал клиента, они вообще неприятные деньги. Они никогда у тебя долго не задержатся, либо ты огребешь с ними проблемы. Потому что, потому что, я всегда говорю, дорогие руководители, дорогие агенты, с уровнем вашего профессионализма должно расти не эго, должна расти осознанность, да, должно расти понимание жизненных процессов. Поэтому деньги, Борь, тоже есть разные. Есть деньги, которые тебя создают. Не могу не спросить. Деньги пахнут? Для всех по-разному, конечно. 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 Еще как пахнут. Просто для кого-то ромашками, для кого-то дольче габаной, для кого-то бокарой. Борь по-разному. У разных людей Борь по-разному. Человек очень многослойный. Но не бывает так, что тебе хорошо, это значит, что всем другим хорошо, хотя психика стремится к вот этому проективному мышлению. И, например, один из навыков руководителей уходить от проективного мышления. Потому что все руководители в какой-то момент своего профессионального роста страдают проблемой. Если я могу, если я понимаю, если у меня получается вот таким способом, это значит, что весь мир должен понимать именно таким способом действовать, у меня точно так же должно получаться. Тоже не могу не спросить. А ты сейчас какого цвета? Ух, я бы сейчас, конечно. Знаешь, у меня тут недавно один сотрудник, очень любимый, дорогой сотрудник, мне сказал, там же уровень синий, это уровень системы, уровень закона, потом следующий уровень, это зеленый уровень. Нет, следующий уровень оранжевый, потом зеленый уровень, и только потом где-то там бирюза. И мне сотрудник говорит, Юлия Владимировна, вы, наверное, уже в желтом уровне, да, это желтый уровень, это уровень созидания, уровень интеграции с миром, уровень миссионарности, служения, только не на уровне декларации телочек в инстаграме, да, подышала маточкой, такая, на бале помедитировала, такая вся, неосознанная, это не про это абсолютно, что с тобой, это, кстати, красный уровень, мне, знаешь, шутка есть такая, типа, как понять уровни развития, ну, я говорю, сперва, ты ходишь в шаурмячную, потом ты ходишь в коленную, потом ты ходишь в просечную, просечная, это просека. Мне очень сложно себя саморефлексировать, потому что я, как любой человек, стараюсь себя подтянуть, подтянуть на более высокий уровень. Как я бы хотела о себе думать в желтый уровень, да, уровень интеграции, уровень смыслов, уровень глобальных ценностей, уровень желания служить, отдавать, я прям уже заглянула. Нахожусь в этом. То есть вот там вот головка, а под желтым что у нас там, где основное? Ох, под желтым уровнем у нас, да, блин, надо посмотреть, я забыла, плюс нервничаю. В общем, я либо зеленая, либо оранжевая. Оранжевая – это про достигаторство, да, про достигаторство, про желание быть успешной, да, про успешный успех. Вот мое тело, оно сейчас, да, вот развитие, оно же как капелька, да, еще раз, верхняя гусеничка, и лапки верхняя голова, да, основная как бы масса. Вот сейчас в основном своем состоянии я про достигаторство. Я в принципе всегда была про достигаторство, просто способы к достижению своих целей, они есть очень разные. Вот я оранжевая, я про успех, про развитие в профессии, да, про желание создавать системы, да, про желание делать людей успешных в рамках этих систем. Да, и немножко, конечно, я в желтое шагнула, потому что я понимаю, вот то состояние, в котором ты говорила, ну, в какой-то момент бабки есть, а счастья нет. я это все проходила, вообще, прошлый год у меня был очень сильно трансформационный, я это тоже все проходила, поэтому я сейчас понимаю, что есть другие ценности, и для меня сейчас высшие ценности это люди вокруг меня, они всегда, я же HR, да, я же по природе свой HR, HR не может быть не про людей, сейчас я управляющий директор. Короче, суть в том, что я сейчас очень людей ценю, я сейчас про людей, про то, что то, чем я наполнилась, мне очень хочется раздать, да, чтобы людям чуть-чуть легче было, например, проживать какие-то глобальные события в мире, потому что с ковида, вот как началось, людей же штормит, да, вот какое-то агентство, ты рассказывал, у тебя запрос на приведение людей в порядок, да, одна из основных задач это масштабировать сейчас бизнес на здоровых людях, я назову это так, потому что больных людей, людей с поломанной психикой, сфрустрированной, я вот уже как бы, мне тяжело с ними взаимодействовать, я здоровеньких хочу. Давно ты вот в этой всей истории живешь-то, в которой ты декларируешь? Давно? Ну, то есть это больше года. А это не больше года, я в ней живу, знаешь, был такой переломный момент, 17-й год, 17-й год был очень сложный год, он был переломный для меня, без каких-то глобальных катаклизмов, переломности, да, она бывает очень по-разному, ты просто в какой-то момент можешь проснуться и чувствовать мир очень остро. Вот я в 17-м году, да, там были определенные, был событийный ряд, он был внешний, проснулся, начала мир очень остро чувствовать, потом я начала очень много болеть, орвей, да, а ты когда болеешь, у тебя, ну, прикинь, ты постоянно болеешь, каждые три недели, там, ешь какие-то антибиотики очень сильно, ты же все равно начинаешь искать. сперва ты ищешь в медицине, потом ты начинаешь искать не в медицине, в психологии, где-то еще в тонких материях, и, в общем-то, это был, знаешь, такой триггерный год, который подсветил мне, надо что-то менять, и потихоньку начался поиск, поиск новых смыслов, новых людей, новых способов проживания этой жизни, да, когда ты сперва сосредотачиваешься на себе, познаешь себя, понимаешь причину-следствие в себе, да, как те или иные, например, черты твоего характера порождают события и людей вокруг тебя, да, когда ты понимаешь, что ты источник не в эзотерическом смысле, да, потому что сейчас даже ту же эзотерику опошлили, а в глобальном смысле все очень просто. Твой характер – это твоя судьба. Если тебе не нравится твоя судьба, меняй характер. Вот 17-й год он стал такой точкой отсчета, и дальше потихоньку, потихоньку, проходя свои очень сложные кейсы, свои уроки, я понимала, что я хочу в жизни, что не хочу. Да, сейчас на пороге сорокалетия, мне в апреле будет сорок, я подводила определенные итоги, да, как вот первая, самая эффективная часть моей жизни, когда физика еще работает на меня, я прожила жизнь. И вот именно этими знаниями, смыслами через призму бизнеса я делюсь с людьми, с робами, с агентами, у нас очень горизонтальная система взаимодействия, да, я уже сказала, что уходим от вертикали. Вот через это мы сейчас выстраиваем бизнес, и я уверена, что очень многим откликнется. Просто кому-то откликается уже на уровне осознанной потребности, потому что тупо бабки, тупо клиенты, очень многие этого уже наелись. Есть те, конечно, кто не наелись, а кто-то осознал эту потребность, когда уже просто приходить, просто, вот просто пришел на работу, и уже просто, вот просто-просто, да, специально усиливает, это слово уже немножко воротит. Ты вот тут жест недавно такой показал, ну вот у многих от того, как они сейчас живут, вот такое вот, вот такое вот ощущение. Поэтому бизнес сейчас нужно строить через ценности и смыслы. Вот. Смотри, ты упомянула семнадцатый год, но с семнадцатого года до прошлого года ты была наемным сотрудником. Чего так долго думала? Я бы не уходила из найма, я вообще командный игрок. Мне нравится. Но ты там уже эти ценности могла реализовать или что-то мешало? Ну, плохому танцору всегда что-то мешает, но я не хочу ходить в историю про найм, потому что я вообще, когда ушла из найма, я для себя приняла решение, но все осталось там. Я минимально обсуждаю эти вопросы, минимально выношу уссоры за сбой. Мне интересует другая вещь, смотри, как бы. Дозрела, доросла. Часто люди, которые растут внутри компании, начинают набирать какие-то знания, ну, условно говоря, перерастают тот уровень компании. Мы, кстати, что-то за последние полгода я уже два таких примера вижу и оба женских, да, мы знаем на рынке историю про Наталью Глебову, которую я очень уважаю. Так вот, перерастают какие-то рамки, им хочется реализовывать какие-то свои идеи, свои ценности, но все равно они долгое время продолжают, ну, как бы, ну, потом. Ну, частично же получается, ну, получается, зачем все? А сейчас я вижу, что ты прям развернулась вот эту всю историю, ты прям вот декларируешь, я не знала, что так будет у меня, я не знала, что я настолько распакуюсь и развернусь, уйдя из найма. Для меня уход из найма был вынужденной историей, да, это не было историей про такой уж прям сильно осознанный выбор, да, ухода из найма. Я командный игрок, я классно могу работать и в найме, классно, оказывается, могу работать сама. Я вообще всю жизнь думала, что я не предприниматель, что у меня не получится, да, плюс готовность к ответственности, выдерживать этот уровень неопределенности. Предпринимательство требует выдерживать уровень неопределенности, чтобы психика не слетала. Предпринимательство, бизнес, это про ответственность. Я, с одной стороны, всегда это знала, мне говорят, что ты не уходила из найма, ты же давно все сама, все сама, видно же, что ты все сама, да, что вы там топ-команда, зачем ты там была. Именно потому, что я не страдаю синдромом Даннинга-Крюгера, когда тебе кажется, что все легко и просто на любом этапе, вот прям старта, все, стартапы поехали. Я очень хорошо осознавала сложности бизнеса, риски бизнеса. Если хочешь, риски бизнеса в России, риски риэлторского бизнеса. У меня не было желания взять на себя прям это и взвалить. Я как раз таки понимала, с чем придется столкнуться, что такое найм и что такое работа на себя, когда ты альфа и омега, когда вся ответственность, весь груз ответственности на тебе скапливается. Поэтому никогда к этому не стремилась. История была вынужденная, но у боги как много распаковалось. Распаковалось в людях рядом со мной. Такое творчество пошло, такая генерация идей. Мы первое время даже понять не могли, что нас штормит. Думали, ну может, типа как, я не знаю, вырвались из плена, я для себя отмечаю так. Это как будто вышел из абьюзивных отношений со второй половиной и увидел, что мир вообще другой, люди другие, да, из тебя свалилась ответственность за то, что тебе не принадлежит. И мне оказалось, что мне быть самой собой, такой, какая я есть, без постоянного внешнего прессинга, осуждения, рассматривания тебя под микроскопом, это правильно, это неправильно, это делай, это не делай. У меня оказалось, что я спокойнее, свободнее, креативнее и результативнее. И люди, как ни странно, вокруг меня, они вот тоже этим же запитываются, и они оказались такие же. А ты сейчас это, вот это событие все-таки, как говоришь, вынужденного ухода, объясняешь некой судьбой или чем? Так должно было произойти? Это закономерности. Никакой судьбы, судьба это тоже закономерности. Если я, знаешь, спиральную динамику изучаю, вот прям в таком прикладном смысле пару месяцев, все очень просто. Я когда-то, да, уже доросла до синего уровня, уровня системы, уровня законов, и нечаянно по глупости своей ответственность моя попала по страху своему, потому что я жизнь выстраивала из страха, а не из свободы желаний, попала в красную компанию. И я отлетела обратно в красный уровень, уровень агрессии, уровень страха, уровень яконей, уровень глобального эго, уровень войны. И я там достаточно долго была, и во мне это все настолько расцвело, да, что в какой-то момент я начала болеть, потому что настолько находиться в агрессивных состояниях и взаимодействовать на уровне агрессии, на уровне силы невозможно. Невозможно без последствий для тебя, для твоей психики, для твоего организма. И я прямо этот уровень вот так вот прожила, да. Это на самом деле классный уровень, уровень, когда очень много энергии, бурления. Красные люди, они же яркие, они же сочные, они же такие, эх, энергии много. Просто они еще не научились распоряжаться этой энергией для созидания. И, в общем, я откатилась с синего уровня на красный, да, из красного уровня пыталась выстроить порядок, она пыталась выстроить систему, она не строилась, а я не понимала, что происходит. Это было постоянное нарастание противодействия. Вот я, знаешь, для себя у господина Моженкова в книге подчеркнула очень классную историю. Если ты находишься в найме, у тебя есть только один вариант. Ты либо согласен с той политикой, которую собственник проводит в компании, либо уходи. Вот я, к сожалению, это поняла на собственной шкуре. Это была моя, my mistake, да, у меня нету виноватых, у меня нет вообще ни к кому претензий. Это классный опыт, и я за него благодарна и предыдущей компании, и людям, которые там были, там классные люди. Ну, просто я там была лишней, я там была не к месту, да, дело не в них, дело было во мне. Я не туда просто зашла, как Филипп Киркоров, не в ту дверь зашла, тогда. Ну, как бы, ну, при чем здесь люди, если проблемы были во мне? Я не вписывалась, понимаешь? Я не вписывалась. Ну, я на самом деле подтверждаю, я года два подряд вообще избегал с тобой пересекаться на каких-то общественных мероприятиях, потому что я понимал, что это, ну, так, мне немножко некомфортно, ну, и так далее. У меня вот вопрос какой. А сейчас вот твое украшение, те роботы, те коллеги, которые непосредственно с тобой взаимодействуют системно, ну, постоянно, не те, к которым ты зашла там, не знаю, ну, здрасте-здрасте, посмотрела, настроение поддержала, а именно регулярно. Вот это, они разделяют твою точку зрения, вот эти все твои вещи, или там где-то говорят, ну, слушай, там... Я думаю, что и такая, и такая история, да, в какой-то части разделяют, в какой-то, думаю, то барышня-то с прибабахом, да, но в целом набор строится по ценностям. Люди, которые со мной, они же тоже, у нас же не рабовладельческий строй, это только в некоторых компаниях думают, что рабовладельческий строй не закончился, есть мои люди, твои люди, да, это стадо, которое можно, как Моисей, по пустыне водить. Люди свободны в выборе. Если им рядом со мной хорошо, если рядом им со мной понятно, денежно, они закрывают свои потребности, они чувствуют, что их ценности удовлетворены, да, что мы по ценностям совпадаем, они со мной остаются. И я тебе открою секрет, если, например, в предыдущей компании, если кто-то уходил, его в догонку мы поливали всем, чем можно было полить, ай-яй-яй, он какой-то нехороший, то, например, в этом году, точнее уже в том году, я поимела опыт, когда я приняла решение, и я отпустила целое дело. Я пришла и сказала, ребят, диспозиция такая, вы это вы, я это я. Если хотите быть со мной, то вот так, вот так и вот так. Если не хотите, ноль претензий, вы свободны, и не вы свободны, да, а вы прям правда свободны выбирать, как вам жить вашу жизнь, в какой компании работать. Недостатка в компаниях по недвижимости, в агентствах нету, выбирайте, где вы совпадете по ДНК, ищите, где вам будет хорошо. От того, что вы останетесь здесь, вы на меня косо смотреть будете, я на вас косо смотреть буду. Это только отток ресурсов. Знаешь, это в 25, Борь, кажется, что все двери открыты, и жизнь, она прекрасна и удивительна. И бесконечна. И бесконечно, а как ни странно, к 40 ты понимаешь, что вот сейчас, вот прям правда сейчас, это тот миг, в который я живу. Будет у меня завтрашний миг, не будет, я не знаю. И ты не знаешь, и никто не знает. И поэтому вот эта ценность момента, и ценность наличия или отсутствия людей в моменте, она стала для меня такой, знаешь, какой-то системообразующей. Она помогает мне выстраивать взаимодействие с миром. Потому что, по большому счету, я же из красной семьи. Я росла с пацанами во дворе, во мне очень много красного. Но почему так распустилась, это же тоже про меня была история. Я попала в какую-то знакомую среду 90-х. Гоп-стоп мы подошли из-за угла, курим кальян прямо на работе, бухаем прямо в кассе, бухаем у юристов. Не, я не бухала, я как раз-таки пыталась синие вещи навести, но они туда не заходили, потому что я была не к месту. С компанией было все в порядке, не в порядке, было со мной. Нельзя было туда заходить. Так вот история про что? Люди могут выбирать, и я могу выбирать. И если ты делаешь какой-то другой выбор, это не значит, что я буду тебя обесценивать. Вообще, качество руководителя – это создавать свободу выборов. Но я всегда говорю, смотри, выбор твой, ну, дружочек, и последствия тоже твои. Так не бывает. Это позиция ребенка, что выбрал ты, а отвечают родители. Во взрослой жизни так не бывает. И плюшки твои с ништяками, и проблемы твои. Ты выбирай, что ты хочешь. И когда ты так выстраиваешь взаимоотношения с людьми, они знают, что они в любой момент могут сделать любое. Во-первых, а, я это уже выдержу, я не впаду во фрустрацию. Во-вторых, я научилась терпеть достаточно много душевного дискомфорта и боли от людей. Это тоже навык руководителя. Выдерживать несовершенство людей, не осуждая и не обесценивая их. Я могу им помогать, я могу быть для них полезной, я могу быть про них, даже если что-то сейчас как бы меня не устраивает. Я понимаю, что сегодня так, а завтра я дотяну человека. Не дотяну, нового рожу. У меня классная система найма, новые придут. Интересно. У меня был заготовлен один вопрос. Новый. Я понимаю, что ты давно не работала не в недвижимости, но очень хочется услышать твое мнение на тему, чем отличается наемный сотрудник, условно говоря, в корпорации, и скорее всего большинство наших зрителей именно такие, от наемного сотрудника в агентстве недвижимости, в частности на уровне РОПа. Ты знаешь прекрасно, что в свое время Эльдар Хусаинов декларировал, тогда еще все у ИСК крутили, декларировал фразу, что руководителя надо брать из банков, из больших корпораций, что не надо их из риэлторов брать. Это совершенно подтверждается, что это совершенно другой тип личности. Повторяю вопрос, чем отличается найм? Ну, то есть, чтобы человек, который сейчас работает в банке, понимал, с чем он столкнется, когда придет в агентство недвижимости на руку, потому что, на мой взгляд, это прям разное. Долгое время я была адептом той теории, что действительно из другой сферы адаптировать людей нельзя в риэлторский бизнес. Но все поменялось. Во-первых, если руководитель по своей навыковой истории, по своим софтам, уже руководитель, задача, придя в риэлторский бизнес, только харды понять. Плюс в хорошей компании, харды, то есть профессиональные навыки получить, риэлторские, профессиональные навыки, узнать, как делаются сделки, базовые юридические особенности. Это первое. Второе. В хорошей компании, например, в нашей компании очень много сервисных служб. Если ты берешь сотрудника извне, не из риэлторского бизнеса, берешь управленца не из риэлторского бизнеса, служба ему помогает адаптироваться в крупных компаниях, в сильных компаниях, где отстроена менеджериальная система, система регулярного менеджмента. Все службы работают, каждый занимается своим делом. Руководитель отдела продаж чем занимается? Продажами. Юрист занимается юридической частью, ипотечный брокер, ипотечными кредитами, новостройки, да, брокер по новостройкам. Все, нет проблем с этим. Есть другая история. Если психика ригидна, если человек где-то был руководителем, это абсолютно не значит, что он сможет быть руководителем у нас, потому что не специфика бизнеса сложная. Сложные люди, с которыми приходится работать, процессы в риэлторском бизнесе, они очень объемные в людях протекают. Вот если у тебя психика ригидна, и ты не способен научиться и взять новые паттерны поведения, ты не адаптируешься в риэлторском бизнесе. Но это про качественный найм, про качественные собеседования, про то, насколько есть система отбора. Если ригидная, то жесткая, все, ты не берешь новые знания, не берешь новые модели поведения. Ты не адаптируешься. Ответ – да, адаптируются люди, адаптируются легко, если им это необходимо, если у них есть навык обучаться новому, навык и желание. Для руководителей тоже. Для руководителей тоже. С чем столкнется, вот ты говоришь, все-таки, как ты сказал, другое наполнение, что ли? Другое поле смыслов. Смотри, сейчас, очень многие корпорации, они опять-таки про вертикаль, про систему подчинения, про систему, я сказал, давай ты делай. Я там винтиком себя чувствую, есть некая стратегия, реализовываю, как только я тебе просто, давай я тебе пример приведу. Я работал в компании у известного нынче и блогера, в том числе, Оскара Хартмана. Это были стартапы, это куча стартапов, это венчурная компания. Меня туда пригласили, конечно же, в IT-проект по недвижимости. Но из всех, условно назовем там топ-руководителей, я, наверное, единственный был, кто именно про онлайн-недвижимость имел опыт предыдущий. И какие-то давал комментарии. Однажды мы сидим на так называемом чекпоинте, а я был директором по продажу. У нас был директор по маркетингу и еще отдельно директор по пиару. То есть это были разные люди, вот мы все сидим, и тут директор по пиару, который нам предстояло делать некую выставку, активность, начинает что-то говорить, ему задают встречный вопрос, основатели, владельцы, в том числе и Оскар Хартман, на тему какую-то. Она мне перекидывает, говорит, ну вот Борис утверждает, что то-то, то-то, то-то на рынке недвижимости с агентствами недвижимости работать надо вот так вот. И как бы я подхватываю это дело, начинаю рассказывать, потому что у меня есть хоть какая-то экспертиза, у нее не очень в этом плане. Говорю, да, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, и мне на каком-то моменте рубят и говорят, слушай, как бы, «А ты у нас кто?» Я говорю, я директор по продажам. Он говорит, вот и занимайся продажами. А пиар и участие в выставке – это ее задача. Я заткнулся и больше я не вылазил. Поэтому для меня вот корпоративная культура – это вот такая хорошая иллюстрация этому, что, ну вот как бы каждый сверчок знает свой шестер. Есть разные корпоративные культуры. Я понимаю, да. Абсолютно разные. Да, есть корпоративная культура, достаточно свободная, казалось бы. Да, свободная в самовыражении, в поведении, во взаимоотношениях. Если это не влияет на эффективность и результативность, то мы можем общаться как угодно. Вот и все. А человек, придавленный системой, системой подчинения, сильной иерархии, он никогда эффективной не будет. Мы, в общем-то, руководители, почему и распаковываем, почему я говорю, что, ну тебе должно быть комфортно. Опять же, сейчас вот я говорю комфортно, смотри, разным людям комфортно по-разному. Если человек приходит из структуры и системы, ему наша корпоративная культура будет казаться, что какая-то раздолбайская фигня происходит. Вообще непонятно, кому подчиняться, что делать, кто старший. Люди, которые тебя знают, скажут, что-то не то. Почему? Поможет у вас раздолбайского? Ну, потому что они тебя знают как жесткого руководителя. Конечно, рядом со мной не будет раздолбайства. Рядом со мной не будет раздолбайства. Вообще люди, которые в мое поле попадают, они очень подсобираются. Ну, потому что я крокодил. Если нужно укусить, что-нибудь оттяпать, я оттяпаю. И я всегда людей предупреждаю. Смотри, мы с тобой на собеседование заключили некий социальный контракт, где я, компания, сервисы для тебя делают вот это, вот это, вот это и вот это. За счет этого ты получаешь денежный рост, личностный рост, наполняешься смыслами, не выгораешь, вообще максимально кайфуешь, приходя на работу. Ударили по рукам, ударили. Взамен ты делаешь вот это, вот это, вот это, вот это. Мы заключили социальный контракт. Ты взрослый, я взрослый. Мы договорились. Теперь скажи-ка мне, дружочек, что такого поменялось, что ты решил, что ты можешь свои обязательства в отношении меня и компании не выполнять. С чего? Где, кто и когда тебе об этом сообщил? Ну, я так хочу, я так вижу. Не вопрос. Тогда меняем контракт социальный. Если ты со своей стороны поменял в отношении меня социальный контракт, я имею право тоже что-то поменять. Согласен? Нет. Ну, тогда либо откатываем к базовым договоренностям, либо в Москве много компаний. Свобода – это ответственность. Людей, которые не готовы нести за себя ответственность, мы стараемся не брать. Они неэффективны в продаже недвижимости. А уж про управление даже говорить невозможно. Смотри, риэлтор, он же управляет сделкой. Современный риэлтор – это некий хаб, который генерит в себе, вокруг себя ипотечного брокера, юриста, новостройщика, привлекает различные службы, маркетинг и так далее, для того, чтобы решить задачу клиента. Управление сделкой. Если ты с собой не управляешь, если ты свою задницу до работы вовремя дотащить не можешь, камон, о чем мы говорим? Ты до работы вовремя не доходишь. Чем ты там управлять будешь? Вот и все. Слушай, я, может быть, все то же самое могу управлять, сидя из дома. Сиди дома? Я вообще не против. Просто не в этой компании. Еще раз. У нас с тобой социальный контракт. Я на собеседовании и Эйчаров учу. Рассказывайте все, как есть. Рассказывайте про дисциплину. То есть не надо обманывать, что тут там то, сего, пятое, десятое, чего здесь нету. Зачем? Чтобы привлечь, а там разберемся, как говорится. Вот это не про современный бизнес. Во-первых, не надо людей идиотами считать. Это первый принцип. Не считайте людей идиотами. Сейчас люди достаточно быстро, получая информацию, обрабатывают ее и делают выводы. Очень часто неверные выводы, но да бог с ним. Говори, как есть. Твой сильный HR, он находит того, кто нужен по ценностям, по смыслам и продает ему вакансию. Я почему сказала в самом начале, что набор-то массовый, но не массовый. У тебя более сложная задача. У тебя задача найти дофига людей с похожими ценностями и смыслами, а не всех подряд привлечь. Это более сложная задача. Поэтому каждый человек еще раз имеет право выбора. Я тоже имею право выбора. Работодатель имеет право выбора. РОП имеет право выбора. Клиент имеет право выбора. Это не значит, что если ты мне будешь гадить на столе, а нигде не написано, что нельзя у начальника гадить на столе. Нет такой политики, нет даже такой статьи в трудовом кодексе. Это не значит, что я буду смотреть и говорить, классно. Ну нет же. Ты свободен, я свободен. Ты это ты, я это я. Ты можешь делать все, что угодно. Это не значит, что я должна это все принимать. И на мне это очень написано. Люди знают, что я острая, но по мне видно, что я прям не божий дуванчик. Я очень конкретно. Я росла с пацанами во дворе, 90-е. Мне, например, до сих пор чуть легче работать с мужчинами. Ты говоришь вот так, вот так, вот так. А, Б, С, Д. Ты можешь улучшить. Любой процесс нужно улучшать. Расхерачивать его не надо. Люди думают, что свобода, когда ты зашел куда-то и расфигачил какой-то процесс. Лучше его раздолбать может каждый, обхаять может каждый. А вот создать, вывести на новый уровень могут единицы. Поэтому дисциплина, соблюдение внутренних парадигм, не правила регламентов, а именно парадигм, это более высокий уровень, никак не отменяет свобода. Мы с тобой вообще о чем угодно можем говорить. Ты можешь меня на ты называть, вообще можешь меня сладким пирожочком называть. Но это не дает тебе права не работать, не генерить прибыль. Это же разное. Правда? Это диалектика. Диалектика смыслов. Одно не исключает другое. Но все равно, раз ты говоришь, что у вас есть какие-то правила, ну, например, ходить, там, не знаю, с какого-то, какое-то время, или в какое-то время появляться в офисе, выполнять какие-то истории. Абсолютно точно. Полный рабочий день был. Где грань между тем, что нужно с точки зрения, ну, будем так говорить, корпоративных требований, и все-таки... Насилие над личностью. Я вот сейчас переформулирую. Вот смотри, если я генерирую прибыль, если я по большому счету выполняю те задачи, которые ставишь ты, но могу ли я себе что-то позволить, что отличает меня от всех остальных? Конечно. Что-то ты всегда себе можешь позволить нарушать корпоративные правила, саботировать, быть нелояльным. Много. Есть, вообще, правила ради... Например, не знаю, надо мне ходить всегда, там, в галстуке, или, там, не знаю, бейджик носить, еще что-то. Вот что является прям вот железным, а что, ну, может, да, может, нет. Чтобы не уходить на какие-то конкретные примеры, вообще задача строить систему в балансе, да, есть строгость, но должна быть и отдушина. Ну, вот пример. Понедельник у нас строгий день, либо Total Black, офисно-деловой, либо белый верх, темный низ. Ну, пятница у нас развратница. По мне, хоть голый приходи, если фигура позволяет. Вообще не возражаю. Даже если ты без юбки придешь и в глубоком декольте, уровень энергии в отделе поднимется на х10. Дерзай. Да, вот такие балансы, система сдержек и противовесов, она нужна. Система должна быть сбалансирована. Человек должен быть еще раз болью. Я хочу зарабатывать до хрена миллионов, но работать я буду из дома. Классная идея. Кто тебя научит работать из дома? Кто тебя будет коучить, когда ты совершаешь холодные звонки и соплями капаешь на стол после звонка? Кто тебя будет ресурсировать? Кто тебя поправит? Кто тебе подскажет, как отработать это возражение? Кто тебе скажет, что вообще положи трубку, не разговаривай с этим человеком, потому что он унижает твое достоинство? Понимаешь, тут же не про то, что есть система... Ты мне объяснила, ты ответила мне на вопрос. Это не система ради системы. Вся система, которая создана, которая кажется, может быть, извне кому-то, ну зачем эти обязательные процедуры? Это процедуры по наполнению людей знаниями, по наполнению людей энергией, по поддержанию рабочего тонуса в психике. Вот и все. Если тебе это не нужно, не вопрос. Сиди из дома когда-нибудь, может быть, если вдруг тебе очень повезет, ты что-то сделаешь на коленке. Мы же говорим о росте уровня профессионализма, о том, что услугу нужно оказывать качественно, что ты должен ориентироваться в профессии. Нафиг ты со своим кустарным производством, со своей сделкой на коленке. При этом есть 5% людей, которые все в этом мире могут сами. Они либо идут открывать свой бизнес, либо становятся руководителями в найме. Они сами себя организуют, они сами себя предпринимают, они знают, как себя менеджерить, селф-менеджмент, они с собой нормально управляют. Они сами могут развиваться, они сами могут все. Такие звезды иногда попадаются, и мы их всячески пестуем, помогаем им расти в той нише, в которой они хотят. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе. Я надеюсь, что редакция очень правильно отработает этот материал. Если вы вдруг увидите какую-то сокращенную версию, то я всем рекомендую посмотреть обязательно полную версию, потому что редко я так гружусь, и я благодарен в очередной раз своей текущей профессии, если можно так сказать, хотя у меня там много сейчас текущих профессий одновременно, в том, что я встречаю людей, которые меня загружают на тему, а подумать самому, не в смысле просто поговорить, зрителям что-то показать, а подумать самому над тем, что я делаю и в бизнесе, и, возможно, по жизни не так, потому что мне в этом году 50, и это еще более круто, осознается момент текущего дня, чем у меня было в 40, хотя в 40, я думал, что тоже уже круто. Спасибо большое. Говорю всем, берегите себя, своих близких, свой дом и свой бизнес, если он у вас есть. Пока. Смотрите наш канал. До встречи. Сколько зарабатывает риэлтор сейчас в Москве? Налоговые службы будут нас смотреть? Обязательно. Я уверена, что в 26-м году риэлторы и бизнесы будут вынуждены прийти в более белую историю. Люди, которые заходят в риэлторский бизнес, они, как правило, офигевают над тем, как сильно им дотягиваться приходится, как много они вообще не знали. Риэлторское сообщество очень сильно разделено сейчас, разделено на касты. История про драные растянутые кофточки в катышках, и вот прям в одном синонимичном ряду я стою 300 тысяч на, ну, как бы, это оксюмороны, что ли, даже не знаю, как это, ну, некая дичь профессиональная. Всегда легче продавать, если ты выглядишь классно, если ты мега перевозбужденный психически такой, прям весь активный, агрессивный такой, с агрессивными продажами. Придешь на провинциальную действительность, сейчас спросят, что ты куришь, дружочек. Ты что ж я, дурочка, сейчас говорить об этом вслух? Редактор субтитров А.Семкин